К тем, кто уехал и к тем, кто остался. Писатель и критик Павел Басинский призвал коллег к примирению. Он просит ценить русские таланты вне зависимости от их идеологической и политической позиции. Не публиковать, не читать, но осудить и покарать. Известный писатель и литературовед Павел Басинский, автор наиболее полной биографии Максима Горького, выступил в российской газете с авторской колонкой под заголовком «Главная задача культуры – объединение людей, разных, сложных». Оговорившись, что тема острая, даже опасная, и что в этом ни политики, ни идеологии, а просто человеческие чувства, автор призывает. Мы должны ценить наши русские таланты, даже если мы не совпадаем с ними идеологически. Найдет ли призыв писателя отклик? Комментарий Георгия Бовта. Собственно, отклик, призыв писателя к людям от литературы не собачиться и стараться дискутировать, сохраняя рамки приличий, уже нашел. Разумеется, прямо противоположный. Уже приходилось видеть в телеграм-каналах, а где же еще встретишь сейчас родной и душевный русский холиваж. Отклики, где гневное презрение к потере, так сказать, писателям Басинским, политической бдительности обличено в форму ненавязчивого доноса властям. Мол, прошу обратить внимание на антирежимные пасквильные и наиздания, которые сие осмелилось опубликовать. Одного такого пассионарного критика особенно возбудила фраза Басинского, где он предлагает прочесть, обсудить и положить на лопатки, если уж за нами правда, недавно вышедшую за рубежом, естественно, книгу, объявленного иноагентом Дмитрия Быкова, название которой состоит из двух латинских букв по имени украинского президента. Она о нем и есть. Да-да, это VZ. При этом он автора в статье не называет, а то там надо клеймо из 40 слов ставить. Но нам, конечно, ближе позиция, которую, как сформулировал сей термин, один известный политический публицист, отлили в граните еще более полувека назад. Я Пастернака не читал, но осуждаю. Она относит нас к временам памятной, образно выражаясь, литературной дискуссией, когда после присуждения писателя Нобелевской премии по литературе в 58-м году против него в СССР началась настоящая травля. Выражения типа «озлобленная шавка», «легушка в болоте», «свинья, которая гадит там, где есть», реально принадлежали авторам писем трудящихся читателей в газеты. Например, машинист башенного крама Филипп Васильцов в письме в литературную газету возмущался. Газеты пишут про какого-то Пастернака, будто бы есть такой писатель. Ничего я о нем до сих пор не знал, никогда его книг не читал. Допустим, «легушка недовольная» еще квакает, а мне, строителю, слушать ее некогда, мы делом заняты. Или вот украинский прозаик Петро Панч в заметке «Вилоска ворога», опубликованный в октябрьском номере за 58-м год киевской литературной газетой, рассуждает схожим образом с русским крановщиком. Борис Пастернак написал в роман «Доктор Живаго», я его не читав, а линимаю, писав, не верите редколлегии журналу «Новый мир», шо роман паханый. В смысле, я его не читал, но не имею основания не верить редколлегии журналу «Новый мир», что роман плохой. Подозреваю, что если бы каким-то чудом вдруг сейчас случилось общественное открытое обсуждение романа какого-нибудь иноагента, тем более про Зеленского, то стилистика дискуссии была бы примерно той же самой. И когда Павел Басенский пишет «Ну ладно, разъехались, больно, сейчас вообще многим больно, но почему между вами, вчерашними коллегами, такая обоюдная ненависть?» То это почти что глаз вопиющего в духовной пустыне. Его все еще удивляет, с одной стороны, когда один известный литератор, живущий в Америке, хороший писатель, поэт, критик, говорит, что разговаривать со своими старыми друзьями он будет только после Гаасского трибунала. А с другой стороны, находящийся явно на противоположной части политического спектра, хороший литературный критик, но решивший, что он не только критик, но и крутой идеолог, пишет «Считаю, что большую книгу надо разогнать, а после создать принципиально новые премиальные институции». Басенский сам же ему и отвечает «Старик, я понимаю, что ты хочешь большую-большую книгу, но такую большую-большую, чтобы ее получили ты и твои литературные друзья». Но большая книга присуждалась Валентину Распутину, Даниилу Гранину, Владимиру Маканину и даже Захару Прилепину, о котором ты регулярно пишешь восторженные статьи, как о главном писателе 21 века. Нестыковочка получается. И тут он, возможно, уловил самую суть. Речь подчас даже не столько о непримиримых идейных столкновениях, а о столкновениях разных тусовок, группировок. И еще неизвестно, какие принципы более непримиримы. Отчасти статья Басенского, наверное, стала ответом режиссеру Константина Богомолова, опубликовавшему в июле в РИА новости эссе под названием «Я умру, а вы останетесь», которое преисполнено презрением к релокантам, которые выборили эмиграцию, которые есть тихая смерть, самая мучительная из возможных. Там автор тоже по-своему укоряет их за непримиримость, задавая вопрос, почему у многих и многих уехавших есть желание, чтобы там, откуда они уехали, стало плохо. Хотя сам же не скрывает, что ведь и у него к ним взаимные аналогичные чувства. Так и хочется перефразировать фразу совсем уж омерзительного персонажа. Когда я слышу термин «литературная дискуссия», то мне хочется взяться за огнемет. Кажется, последняя окололитературная дискуссия, которая кончилась в нашей стране относительно мирно, были споры западников со славянофилами. А потом, кажется, уже ни одна так называемая литературная дискуссия не обошлась без оргвыводов, а то и посадок с расстрелами. Так что лучше пока, наверное, погодить, расширять круг дискутантов. Пока не уляжется ярость благородная, которая вскипает, как волна, буквально по всяким поводам. Хотя я лично с Басинским, по сути сказанного, согласен. Как говорят в интернетах, автар, пиши еще.